Некоммерческое партнерство с содействием историко-культурного туризма в Амурском районе ИСТУР уже два года сотрудничает с администрацией Амурского муниципального района. В рамках программы общественно-муниципального сотрудничества наследия, начиная с 2011 года, Некоммерческое партнерство ИСТУР проводили исследования, зондирование интересных мест, перспективных маршрутов в Амурском районе и наработали материал, который в дальнейшем пригодится как для развития туризма в отдельных селах, так и для продвижения нашего района как туристического бренда. В прошлом году была экспедиция в село Оми, и было обнаружено несколько интересных мест, но самое главное – это колорит национальной культуры. У села Оми очень богатая история, и в нем есть на что посмотреть. Именно поэтому первый тест-маршрут прошел здесь. В первую поездку отправились работники открытого акционерного общества «Полиметалл», «Почта России» и страховой компании «Колымская». Мероприятие пробное, и его программа будет еще дорабатываться. Но, несмотря на это, довольны остались все, потому что программа была действительно интересной и очень разнообразной. Началось все еще в автобусе, с исторической справки об этом замечательном месте. Для приехавшей туристической группы в Центре национальной культуры села Оми был оказан радушный прием. Для них прошел концерт творческого коллектива «Хасикта», что в переводе с нанайского означает «звезда». Ребята станцевали множество танцев, но всех просто сразил своим мастерством чтец стихов. Тем более, читал он их сначала на нанайском, потом на русском. «Хасикта» «Хай, мисси, мамбол, сахарин, почеси, пуй, чеси, мамбол, туй, тогда хаси. Мамбола, доча, иликсинэ, туй, куйкини. Адамин, чулэн, чигу, лавнамой дайгингер, пичины, несяв, сапара, боеве, омихачи. Вышел, гнается, на берег Амура, и не узнал его, почему Амур ты черным стал, на кого ты так сердишь». После концерта все собрались в музеи, чтобы рассмотреть великолепные работы детей и мастеров поселения из различных материалов. Дерево, бересты, ткани, меха и многих других. Все желающие могли приобрести на память амулеты и обереги. А во время чая и лаори, что в переводе с нанайского означает «чайпитие», для туристической группы был проведен мастер-класс «Поговорим по-нанайски». Оказалось, что это сложный язык, и туристы с трудом повторяли слова за преподавателя. Но никто не расстраивался в случае неудачи, ведь мастер-класс проходил в легкой, непринужденной обстановке. После мастер-класса группа отправилась на берег, чтобы прокатиться на лодках. Это была увлекательная поездка по Оминской протоке. Никто до этого даже не задумывался о том, какая у нас в районе великолепная природа. Какая красота находится совсем рядом. Это и каменистые песчаные берега, и орлы, которые кружат над зелеными сопками. Выезд на лодках был запоминающимся, и нагуляв аппетит, группа отправилась на обед. Проходил он на чистом воздухе, и повар просто поразил всех своими умениями и разнообразием блюд, конечно же, большинство которых были из рыбы. Отдыхающие наелись от души, но после плотного обеда пришлось потрудиться. Туристы вернулись в Центр национальной культуры на мастер-классы. На первом мастер-классе Екатерина Келя показала, как делается сувенир Арчокан. Было видно, что это сложная и тонкая работа. Но туристы не побоялись и тоже изготовили сувениры своими руками. Они очень старались, пытаясь не испачкаться клеем. Постоянно переспрашивали Екатерину, правильно ли они все делают и получается ли у них. Многие вспомнили детство. И вправду, когда они в последний раз брали в руки клей и картон. Но самое сложное – это приклеить мех. Это ювелирная работа наклеить его так, чтобы не оказалось ни одной лишней капли клея. Второй мастер-класс провел Вячеслав Бильды. Мастер-класс резьбы по дереву, изготовление детской игрушки «Бучо Кен». Считается, что резьба по дереву – это мужская работа. Но наши туристки доказали, что они тоже не луком сшиты. Взяли в руки резаки и работа закипела. Конечно, под чутким руководством мастера. Туристическая поездка была увлекательной и познавательной. Никто не остался равнодушным. Эта поездка еще надолго сохранится в памяти. Впечатлений сейчас очень много, трудно все разложить по полочкам. Все очень хорошо. Гостеприимство народа просто поражает. На такой реке, где пришел, забросил, поймал, я еще не рыбачил. Очень впечатляет. Красивые места и богатые рыбы. Я от души благодарен организаторам этой великолепной поездки. Этот день нескоро изгладится из памяти. Таше большое спасибо. Уезжая, отдыхающие кричали из автобуса Баниха, что в переводе с нанайского означает спасибо. Видимо, урок нанайского языка прошел не зря. И отдыхающие все-таки смогли выучить пару слов. Прекрасно, когда удается совместить приятное с полезным. И туристам это удалось. Они смогли и отдохнуть, и узнать много нового, и даже приобрести новые навыки. А самое главное понять, что удивительное рядом. Я еще говорил, не раз буду говорить, что нам пора уже как-то немножко углубляться, что ли. Становиться более высоконравственным, не знаю, что-то. Более пытаться интересоваться. Потому что всегда мне задают вопрос, что у нас тут можно смотреть во мужском районе. И мне приходится каждый раз выводить целую лекцию, что у нас тут можно смотреть. И вот такие вот практически туристические вылазки, они дают людям понять действительно, что насколько мы еще в принципе еще не образованы. То есть нам есть к чему стремиться. И насколько мы уже действительно отошли от этой вот самобытности, от вот этого природного какого-то ядра, который у нас изначально был заложен. И, в общем-то, конечно, хотелось бы сказать спасибо людям, которые непосредственно, скажем так, приняли участие в плане подготовки вообще в целом вот этого проекта. Из тура проекта по содействию развития культуры наследия. Это, безусловно, это Иван Васильевич Мачко, глава Амурского района, который с пониманием сразу отнесся к этому и оказывает нам всестороннюю поддержку. Это Павел Михайлович Боровлев, заместитель главы по экономическому развитию района. Виктор Анатольевич Соколов, то есть председатель собрания депутатов Амурского района. Ну и наш, скажем так, координатор, тоже учредитель некоммерческого партнерства из ТУР, член общественной палаты Хабарского края Максим Константинович Выборов. Так как это был пробный маршрут, в дальнейшем организаторы отредактируют программу туристической поездки. К следующему разу начнут свою работу туроператоры. Этим летом планируются еще поездки. Ну что ж, будем ждать с нетерпением. Надеемся, что все получится.